Я вот сюда с тобой рядышком сяду. Ну давай рассказывай, что тебя повлекло сюда? Ну вопрос вот что. Погромче говори. Вопрос вот такой. Что мне делать дальше? Я потерял смысл жизни в этой. Ну я сгорел как бы. Все. А в чем сгорел? В чем? Вообще полностью во всем. В душе у меня все. Ну как будто я остановился как бы дальше жить. Полностью во всем направлении. Как это так? У меня вот как будто ну все. С чем связано это? Грех палп какой? Нет, не в грех. А еще? Ничем не заняты? Не знаю. Просто остановился. Вот особенно получается, как мне исполнилось 30 лет и все. У меня как будто жизнь остановилась. Я не стал никаких удовольствий. Какой момент у тебя? Утром, вечером, вчера, позавчера? Как 30 лет исполнилось. А? 30 лет исполнилось. И все. И ты понял, что отжил? Да. И мне кажется, все. Я жизнь как будто все. Вот эти 30 лет прожил как-то вот ну там церковь, дом, работа. Жениться охота тебе или еще? Жениться как бы нет. Такого желания нет. Тогда понятно. На фронт тебя не тянет? Нет. А как бы он все. Я как бы опустошен в этом мире. Все. Для меня вот как будто я тут приплыл к берегу и не знаю, что мне делать дальше. Ну как встраиваешь? Не выпивал? Не пил, не курил, не блудил. Вот я как будто вот все. Вот у меня остановилась жизнь. Я вообще как будто такая... А как у нас это могла? Как будто ну вот мне все. Неохота вот даже здесь вот находиться вот на этом земле. Все уже. Ну вот это уж хватило через край. Я приплыл как будто... Так, тут я на работе у тебя как? Ну работаю нормально. На работе. Тебе сейчас нельзя выйти с работы там на недельку? Можно. Все. Вопрос решен. Машину прячь или куда ставь и переходи ко мне жить. Я тебе верну жизнь. Ты у меня будешь живее меня. Ты понял? У нас был Миша такой, Коряковцев. Он часто закладывал. Ну ничего не знает, что делать. Я говорю одно только. Но тогда у него мама была живая. Ну и Татьяна взяла на себя за мамой ухаживать. А ты, я говорю, ко мне переходи. Ну значит условие такое. Вместе встаем. Вместе молимся. Вместе затракаем. Если ты на работу надо тебе, на работу будешь ездить тогда. А раз ты уже за работу не держишься, то значит может у тебя работать. Ты понял, как я делал от обратного тебе. Но днем ты нигде еще все обедать ко мне сюда приезжать будешь. Вечером приезжать сюда ночевать здесь будешь. Я тебе выделю место. Вот она. Койка или как назови. Там палатинара. Там как она называет. Больше ничего не надо. И он неделя прошла. Он порозовел. Отец Павел у меня приходил в жизнь. Павел священник который был. Вот так вот. Пробыл сколько он у меня. На три дырочки ремень затянул. И пошел на работу на стройку. А там таскать надо. Там у него как было трудно. Ломки хлеба. Утром не ест. На обед ломки хлеба. Вечером приходит ложиться спать. Из него все поползло. Как это можно сказать? У меня нечет. Мы стоим в 4.40. Володя с дольше сидит. Я раньше ложусь. Но я встал сегодня вот 20 минут второго. Час. Даже пол второго не было. Все. Я уже не ложусь. Я едва до 4.40 успел разобраться с почтой. А дальше? Ну а дальше пришлось быть в городе. Тут назначаются встречи. Беседы. Ответы. Кто-то собирается. Кто-то на лето крещения готовится приехать. У другого какие-то беды. Помолиться надо. Я вот... Ты сам знаешь. Оружие какое. Я не выпускаю из рук. Чуть что? 7 раз надо встать. А как так? У меня и времени нету. Я стою перед Богом. У меня обязанность перед Богом. Молиться. Вот сегодня был и опять встретил людей. Я никакой беседы не было. Ничего. Но они ко мне все так дружно отнеслись. Я пошел пенсию получать. Я их лежу. Они прям со мной как нянщицы. Мало того. Она так еще большие две конфетки дала. А я всего еще пришел там снять карточки. Она кончилась. Ее надо другую было заменить. Так это одно только. Ты глянь сейчас в окошко у меня сколько я воробьев кормлю. Вот посмотри маленько. Вот сюда встань. Потихоньку. Тихо. Чтоб воробьи тебя не заметили. Вон туда смотри. Там на земле стоят ящики. Видно? Нет тебе? Вот там вон. Три. И здесь. Посмотри сколько. Какого сотни воробьев. Теперь мне надо кормить голубей. Под храмом сидит пять кошек. И здесь пять. Это простое дело. Мне надо кормить. У меня забота. Вчера приехал Игорь. Поговорили. Другой вопрос. И говорю. Надо везде сейчас ходатайствуем перед Богом. Купить комбайн. А это порядка десять миллионов. А у меня десять рублей нету. Я говорю. Игорь. Уже находится человек один. Но серьезно он или нет. Он ходит на занятия. Тебя на занятиях почему нету в интернете? Видишь как? Вот первое. Занятия идут. Сергей ведет. Тебе наше время не нравится? Витя ведет. А дальше еще по другие часы. Был у нас тут Никита Колесников ведет. А это ты Сергея Пупкова знаешь хорошо. Я спросил у Сергея Пупкова сегодня когда занятия идут. В шесть часов он мне сказал. Да. Завтра будет. Среди нету. Пятница, суббота и среда. Пятница и воскресенье. Кроме этого всегда оставайся там мы когда сидим в церкви. Мы же не расходимся. А пообедают. А потом у нас идут занятия. Вопросы и ответы. И собираются куда поехать нужно. Сейчас вот похороны были. Наша одна прихожанка умерла. Тебя нету. Там посмотрели тебя нету. Конечно ты один заквасился. А мы не успеваем ноги подставать. Вот батюшка говорит. Я утром как говорит пропотел. И до самого вечера уже третий раз сегодня пропотел. Я говорю один раз потею. У меня подожжи в валенках. Мы работаем. Работаем. Там некогда думать об этом. Как свободная минута. Опять молитва. Опять Господу. Это жизнь моя. Сегодня закончится. Как это так? Ты покинутый человек. Почему? Ты не слышал голос Духа Святого. Часто было такое. Ты не держал слово. Сказал и тебя нету. Не встретились. Было? Было. Это никак. А это отразилось сразу на многих людях. Мои книги я у тебя хранил. Вот со вчерашнего дня. Теперь уже по одной книге, которую Новый Завет уже не даю. Теперь только комплектом кто возьмет. У меня все кончается. Переиздать невозможно. То есть переиздать можно. У нас клише. Все готово. Тем более сейчас. Но это огромные деньги. Люди спрашивают. Я отказываю уже никак. Только целиком. А целиком взять это надо 30 тысяч. Было 24. Ну цены повысились. Вот я сказал. Полный комплект. Но мне-то ни одного рубля не попадает. Ты это должен, думаю, знаешь. Ни рубля. С книг я не получил. В общей сложности 650 мы только за миссионерскую поездку комплектов отдали. Полных. По 38 томов. Как паковать надо. Как мы торопились. Это разложить. Это две коробки. 31 килограмм. И 400 свящим. Которые раздал здесь. Священникам. Бесплатно. У нас ничего нету. Кое-что немножко оказалось есть. Которые остаются еще. Это нуждающимся там с детьми. Или болящие где-то. Тебе самому радостно будет. Это не наш. Это Бог делает через нас. И поэтому. Вот я встаю рано. Надо мне печку затопить. Потихоньку. Тут свое дело делаю. Печь затопила воду. Встает. В 4.40. Все. У нас пошла работа. Ровно в 5 начинаются утренние молитвы. По скайпу. Приходят люди. Мы правила исполнили. А дальше. Он мои вопросы. На сайте у меня вопросы. Ни один, ни два. 4124. А теперь их. Которые ответы сделать отдельными файлами. Это мне. Которые в университетах задавали. В милиции. По радио. Официально. Это. Мы не экстремисты какие-то. Вот. Сейчас я только звонил адвокату. Я говорю. Ты знаешь. У нас в стране запретили. Секта такая. Свидетель Его. У них 470 зданий. Называется зал царства. Отняли. Накладывают штрафы большие. Арестовывают. Знаешь. Знаешь. А почему мы ничего не ходатайствуем. Так они еретики. Да. Это мы знаем. Но государство-то не теократическое. Не так, чтобы священники руководили всем. Президент это как отец всей нации. Всем нациям. Одинаково. Ему разницы нет. Это они что может делают где-то забастовки там как Навальный. Нет. Они молятся. Но по-своему. Я вот если завтра. Послезавтра у меня будет на руках это статьи документ. Думаю написать по интернету и письмо. Написать на президента. В Думу. Государственной там юстиции. Центральную прокуратуру. Что совершенно не правомерно. Они нарушают сами конституцию. Люди, которые запретили их. Они сейчас провели экстремистские. А экстремизмы запрещены. Я говорю, а в чем экстремизм? Ну они переливание крови не делают. Кому? Себе. Тебе какое дело до него? Они себе не делают-то. В Елисте сделали. Калмыкия. 475 детей с ПИДом заразили. Так что лучше делать или не делать? Я когда поехали. Ну завещание сделал. У нас с нами. На немецком, английском и французском. Перевозчики. Ну у них там шаблон они записали. Виктор Андреевич все на себя взял. Как меня привезти. Если я умру. И где хоронить. Я тоже запрещаю кровь вливать. Мне не надо. Понимаешь. Это все время работать надо. Все время. Это работа. Вот позвонили. На меня нападает один все время. На меня. Ну что такое в черный список занести? Ты знаешь. Чтобы он доступ не имел. 13 тысяч примерно теперь уже. Тысяч. Это полновесная дивизия военное время. Дивизия. Это против меня которые. Я их блокирую. И вот сегодня я только встал. За ночь один звонил. Нападает. 20 раз только один человек позвонил. 20 раз. Звонит до туда пока его не выключат. А что ему нет? По телефону. Угрожает. Я найду управу нас прокуратурой. Ты жид старый. Я еврей старый. Я колоевреев не имел дела никакого. Да если бы имел. Великое преимущество быть иудеем. Его что касается. Не он. Через него дьявол делает. А это меня взбадривает. Потеряевку теперь. Вот мы делали нечто как пруды. Теперь. Как там будет дальше? Я говорил там про бобров то. А то капканы купим. Я говорю. Клещи. Надо и спрятать его и поймать их. А поймать его можно. У меня забота. Ну забота такая. Что я не то что там мах паникую. Ты сказал поедешь. А я сразу залез в строчку и сто поклонов. Ко мне брат Андрей едет. Господи. Покажи. Как что сказать. Что сделать. Я молюсь. А у меня ответа никакого нет. Нет. Ты только дверь открываешь. А у меня сразу мысль. Ты его не выпускай. Оставайся здесь. Тебе здесь донорская кровь будет влита. Духовно. У тебя все будет. Все будет по другому. Что сравнивать ты. 81 год меня. Нас с тобой не надо сравнивать. Ну а тебя кто ищет. А никто не ищет. Ты себя сделал. Ну я тебя когда попрошу. Ты поедешь там где-то. Но это не то чтобы. Ну люди так сильно нужны. А что-то мне звонят. И даже мне неудобно. Звонят. Она замужняя. Отец Игнать. Отец Игнать. Обнимают. Целуют. Муж то где у тебя там. Да не так. Я вот так вот там. Новые люди. Приходят которые. А мы уже три года с лишним смотрим. Сегодня с мусульманами сколько бы беседовать. А у меня нет ни образования Андрюша. Ничего этого нет. Гуманитарного. Я просто люблю Господа. И каждая минута дорога. И кроме того нужно ночью встать помолиться. Но я Володю не бужу. А Никита в последнее время со мной вставал на молицию на ночную. Оно у нас краткое. Так же три святоя. Сто поклонов. Ну и своими словами. Вот ты хорошо подумай. А еще вопрос. Как ты будешь ко мне приезжать сюда на машине или без машины. Это твое дело. У нас ворота тут запирается. Ну все как надо. И чтобы перешел сюда. Ну-ка порви. Мы тебя прокормим. Хлеб мы стряпаем. Он каждый. Сегодня на четверг. Наверное сегодня будет стряпать Володя. Вот. Сегодня он понес на почту. Главпочтамт из Белоруссии. Выписали книги. Выписали. И это последнее уже. Который я не полный комплект даю. Теперь только полный комплект. Вот. Все. Десять лет проторговал. Видишь как. Это моя жизнь. У тебя она по-другому будет. Но главное здесь это молитва. Чтение Слова Божия. Радость каждой минуте жизни. Вот я иду там вот здесь. Гляжу люди там делают такое. Выпили там и лишь кричат. Могу ли я помочь или нет. Я все время иду и постоянно высчитываю. А могу я быть полезен здесь или нет. Бывает так. Я курс поворачиваю. Представляют люди прямо. Вхожу в середину. И начинаю свидетельствовать. Ты такой же человек. Ты безразличный стал. Ты даже вот когда сидишь. За собранием у нас идет. Ты куда-то уткнешься там это. Что-то смотришь сидишь. Ты видишь что я сидел копался. Я даже не слышу. Аппарат вставлю. Ну а потом уже слово сказать. Повторяю. Я такой же как ты. У меня никаких привилегий нету. Ну и Виктор Андреевич ведет. А Татьяна знает. А болящих скажет. Ну а мне уже итог подбить как будет. Так что ты вот решил приехать. Это очень положительно. Очень. Вот Миши сейчас давно нету. Уже наверное скоро год будет нету. С весны. И кто его знает. Он запился опять. Его увозят. Лежит. Лещит его. То есть пропащий мужик. Ну у меня вот и держит только на этой земле. А? У меня на этой земле только и держит что я в Бога верю. Больше все. Бога верю. Да вот это. А чувство у тебя оно прямо к отчаянию близко. Это смертный грех. Ну вот у меня был один смертный грех. Я хотел. Никак. Ты перед Богом стоишь. Был. Был. Но мы спасителя имеем. Ни мусульмане. Ни буддисты. Они спасителя не имеют. Умер только Христос наш. Умер и пролил кровь. Взял вину нашу на себя. Как будто бы сколько блудиков. Это как будто все это Христов грех. Он умирал как грешник за все грехи мира. Как убийца. Как там наркоман он страдает где-то. Это Господь все это на себе перенес. Как это мы не знаем. И нужно просто благодарить Бога. Вот я сейчас так стоял смотрел как они едят воробьи. Как они прыгают. Так во сколько ты будешь приезжать? Ну я сейчас подумаю во сколько. Так работу можешь не бросать. Раз ты за нее не держишься тогда сразу. Я сразу отпускаю. Тогда делай как работал так и работай. Но не торопись тут уходить. Мы будем вместе все. Днем тебя нету. Ты будешь только утром и вечером. А насчет дневной там надо узнать с чем ты встречаешься. Какая у тебя работа в чем заключается. Тебе это очень важно. А если та работа не подходит ты один. Ну пойти ты в коллектив тебе шею намоют там. Протрезвишься. Я вот на стройке работал. Там же народ все время кипит. Ну как-то получалось у меня небольшой коллектив. Я работаю быстрее всех и качественнее. И меня отдельно в отдельную. Я работаю с людьми. У меня штат. Штат. Так работает. А что она работает? Ты что-то производишь или торгуешь? Ну торговля и производство. А производство в чем заключается? Селехоз запчасти. А? Производство селехоз запчастей. Ааа. И торговли. У меня штат 20 человек. 18 человек. Ну тогда я тебе сразу обращусь. Вот так. Находится сейчас человек один и говорит. Я готов купить Игорю комбайн подарить. За 10 миллионов. И теперь комбайн оттуда своим ходом с Белоруссии не пригонишь. Ясно никак. Самому ехать нет. Но есть такая компания. Там дилеры все по этой прослойке где-то. Они привозят сюда. Сделают на хлопушку. Сейчас на 15 почти процентов дороже будет. Какой другой способ есть заставить Кабанин? Тралом. А? Тралом. До Барнаула. Как? Ну как вам привозили допустим этот. То есть заказать кран. Нет. Трал. Трал. Как бульдозер вам привозили. Ну как бульдозер так же. Или РЖД. Вот надо подумать. Теперь я на этого человека сегодня выйду. Его Петр звать. И скажу если ты думаешь это. Нанимай трал и привози туда. Рассчитается за все. Это намного дешевле будет. Ну конечно дорого это. Это 4000 километров. Это большое расстояние где-то. Ну а как по другому? Вот надо подумать. Все это. Вот уже уже задание есть. И буду думать и молиться. Просто. Вот Никита уехал. А Романа говорится связали и увезли. А я все время на молитве за них. Избавь его от этой лжи. Там они шара земля плоская. Там всякую эту муть он наводил. И в конце концов Бог вымел его. Как будто никогда ничего не было. Все. Разрушил. Который у него там в деревне этот контейнер продал. И все выехал. У него ничего сейчас не осталось. А там такие угрозы были. На меня высыл. Игнатий лапки. Ирите их название ролика. Все это пройдет. А ты остался один. Они этого не понимают. Это Бог допускает. Радуйтесь и веселитесь. Когда будут гнать вас. И злословить. Злословить. Так гнали меня. Называли, что Христос с силой князя Вильзевула исцеляет. Вроде с нечистой силой связан Бог. Сотворивший мир. Ну безумие. Так давай договариваемся. Только не пятиться. Чтобы я не зря с тобой разговаривал. Значит ты сегодня во сколько сможешь приехать? Не в ущерб себе. Я тебя ни в чем не ограничиваю. Спать у меня будешь. Утром мы вешаем на молитву. Ложиться. Буду советовать тебя. Ложиться со мной вместе. То есть в одно и то же время. Вот оно. Прямо на второе. Тут у меня Никита спал. И этот был. Ты его не захватил. Священник был. Я романах. Не зафанаил. Ну я знал. Он работал. Книгами торговал. Я видел его. Да. Вот так. Подумай как. Я подумал. Домашние знают твое состояние. Кто там. Отец мать. Ну да. Говорил. Что они тебе говорят? Ну ничего не говорят. В этом состоянии тебе нельзя ни минуты оставаться одному. Дьявол уже петлю накидывает на тебя. Только петля. Он задавит тебя? Да. Петля накидывает. Он уже накидывает. Понимаешь. Ты говоришь от пустоты. Тебя занять надо. И ты поймешь. Ты нужен. И нужен все время. И весной детишек завозить. Я в первую очередь к тебе иду. И ты ни разу не отказал. Где-то нанимал. Через кого-то сам платил. Там нужно было. Там какие продукты покупал. То есть у тебя. Вот это нет. Вот этой жадности. И ты исполнитель. Но тобой должен кто-то смотреть. Не давать тебе просуху. Чтоб ты работал. А на лето. Выбери время. Может быть на машине пришли, как Сергей Павлович. И там вместе. Купаться. Работать будем. У нас работы всегда хватает. Ну работа такая. Там мы дома-то не строим. То жуков, то полем в огороде. И мы каждый день все время молитва и пост. Я только сейчас пришел за это время. И давай скорее отвечать какие события. И там люди, которые ждут ответа. Новые появились. Новые. Никогда их не слышал. Мы уже три года. Даже мусульмане. Говорят, смотрим ваш канал. Я все новое нахожу. До этого с ними беседовал. У меня была одна заготовка. А сейчас у меня, как я с ними ближе уже сошелся. Еще больше стал давать. Они прям сразу. Когда я перекрещуся. Мир дома всему. Или слава Иисуса Христу. Они опрокидываются и падают. Их не видать. Я в силу крестного знамения вижу. Но это все у нас сохраняется. Это видно. Мы будем молиться утром. Торопиться не надо. У нас позавтракаешь. Ты сам рассчитай. В первую очередь машина будет здесь? Или где-то оставлять будешь? Здесь. А? Здесь прийти. Все. Вопросов нет. Тем более у нас наружка есть. Наружная. Закрыто все. Машина рядом. Соседи у всех машины стоят. Прямо на улице. А у нас-то тут по запорам. На замке. И Володя хорошо слышит. И мы еще еще. Вот там твоя машина вон она стоит. Видишь. Ты подъехал. Я уже вижу как ты идешь. Зашел. Ты проклона положил. Я же все вижу и снимаю. Уже все. Раз показал. Вот как было время. Ты будешь Богу благодарен. Сатана. В первую очередь. У тебя на многие твои шаги. Которые ты уже заплелся так. Положительным ударом. Ты буквально все смел. Сатане будет сильно не нравиться. Что ты пришел ко мне. Он сейчас что-то сатана. Я уже знаю. Павел говорит. На мне безызвестны умыслы его. Что-то он сейчас против меня будет делать. Может вот это что сейчас. Мужик какой-то бомбит. Угрожает. Может быть. Он уже. Сатана чувствовал. Что-то у меня тут будет. Я считаю вот это. Не просто какой-то эпизодический факт. А важная борьба за душу. Тебя дьявол подвел. Прям буквально к пропасти. Ты об этом даже вспоминать надо. Но будешь вспоминать с радостью. Кабы не это ты бы не пришел. Ты научись так на это смотреть. С благодарностью Богу. Это наша жизнь. Мы друг другу нужны. Вот даже я смотрю на воробьев. Как они друг друга отталкивают. Но какие они дружные. Вот что подлетают. И ты на все что-то не видишь. Все применяй к себе. Пойди к муравью. Поучись ленивец. Посмотри как пчелы трудятся. Посмотри на птиц небесных. Не сеют не жнут. А все Бог им дает. Ты из каждого предложения. Канона. Извлекай пользу. Вот я ночью сижу. Второй час ночи. И ко мне заходит Вячеслав Семенов. Он еще принимал крещение. Так отец Игнатий Тихонович. Вот такое дело. Я спрошу. А сколько вы мест Писания наизусть знаете? Я сел пока напечатал. Напечатал. И ему отостал. Он так взахвал. Так это я думал. Вы днем когда-нибудь. А вы не досыпаете для меня. Пишите. Я показал. Как в моей жизни было. Как меня это испытывали. Это не мое. Это абсолютно не мое. Вот на молитве стоим. Считает Библию. А одну букву не так произнесут. Меня как-то за сердце хватит. Я останавливаю. Разворачиваю назад. Сергей вот считает. Я смотрю. Сергей. Он так много ошибок делает. Я сразу раз. Включаю. Он сразу назад. Виноват. Пошел назад. Считает. Мои стихи когда считают. Ну. Грамотежка-то малая. И он даже считает. Видно. Он не понимает слова. Не там ударение делает. Но он старается. И этим он превозмогает другое. У него главное это самость. Мама. Матерь ехал дорогой. У Сережи какая главная беда? Она говорит. Беспечность. Он на полшага вперед не смотрит. Что из этого будет. Вот как. Итак. Ты накормлен в обед? Поел, да? Во сколько приедешь? А когда сегодня можно или завтра? Сегодня обязательно. Никаких завтра. Даже забудь про это. Ныне. Когда услышите. Голос Божий. Не ожесточите сердец ваших. Завтра же день не наш. Ты не знаешь что родит тот день. Эккристианс говорит. Только сегодня. Что тебе надо? Просто не взять. Обязательно. Две навыночки. Ну одеяло у нас хватает. Хочешь? Байка возьми. А сверху мы тебе пушистое дадим. Все тепло. Ну я провезу. Возьму дома. Все. Здесь мы будем вместе. Ты посмотришь. И так как я встаю раньше. Во сколько часов тебе на сон надо? Ну я ложусь в десять стою где-то. Все. Если в десять будешь ложиться нормально. Десять. У тебя будет шесть с половиной часов. Хватает да. Вот так тебе хватит. Не шесть с половиной. Шесть сорок. Вот я буду ложиться. А ты часов еще посидишь. Я иногда в девять. В десять. Ну в общем так. Примерно надо держать. Днем никогда не ложиться. Сегодня Никол еще дотворец. Его память. Там перенесение молча или что-то. Вот. Рыбу можно было вторник. Четверг есть. А сейчас только суббота и воскресенье. С Николей на дне. Сегодня 19 декабря. И так вот. Что тебе надо еще с собой взять? Что у тебя там есть такое? Ты можешь. Ну нужно тебе взять. Ничего больше не надо. Не забудь. Две простыни. Две наволочки. Я знаю да. Ну и все. Что надо. Кадежи там. Ничего не забывай. Для церкви. Все возьми. Домой уже не езди. Предупреди родителей. Положи адрес им. Свой телефон. Скажи. Позвоните когда надо. Скажи. Я буду вставать теперь рано. И вы позвоните. Они тебя не будут препятствовать? Они меня про меня знают? Да. Еще вопрос. У меня отец просится сюда прийти. В воскресенье. Сегодня ты и приди. Сегодня ты и приди. А потом ты его отвезешь и вернешься назад. А сюда провести? Ну конечно. Это еще здорово. Мы наедине поговорим. Хорошо. Когда поговорим он увидит что. И ты его опять отвезешь до остановки. Или проводишь так машину чтобы не трогать. До остановки он проедет до дома то. Если что я его довезу. А? Я увезу его домой. Ну увезешь. А дальше поставим тут. Запираете с Володей. У вас получится. Но когда ты будешь здесь. Обещают сейчас 10 дней будет идти снег. Мы все время чистим. Так что впереди это толкушка там где-то. А потом горку делать тут надо будет. Ты чтоб все время был занят. Ничем не занятая душа. Хорошая кузница сатаны. Мартин Лютер. Юритик. Хорошие слова. Ты ничем не занят. Сатана там и занят. А когда ты молишься. Да работаешь. Да молишься. Сатана подойти не может взять тебя никак. Твое сердце должно говорить. У тебя застывшее все. И тут там мухота насели. Мироварник. Ну варенье варишь. Допустим. А когда у тебя котел нагрет. И ни одна муха не сядет. Ты разожги себя любовью. Ты нужен. Вот у меня спрашивают. Люди которые знают. Я вот с вами разговариваю. У вас время отнимаю. Да отнимаете. Но я считаю это очень важный разговор. А нет. Я быстро прерываю. Еще нету. До свидания. Все. Один раз в месяц разрешаю прийти. У меня времени абсолютно нету. Я большие ответы даю. Тем более. Люди приходят. Разные вопросы. Я просил помощников. У меня сразу одиннадцать помощников появилось. Одиннадцать человек сейчас работают на моей странице. А я сейчас все перекачиваю. Ставлю дальше. Ну идут. И просто лавиной пошли. А это четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса ответа. Ты был на занятиях. Видел все это. Это не выдумка какая-то. Это все очень серьезно. У тебя никакой аллергии нет ни на что. На кошек проще. У меня кошки дома то чтобы. У нас дома кошка есть. Ну нормально. Они вот они видишь как вот. Она лежит здоровый. Она там спряталась и тебя испугалась. Где-то она залезла сидит там. Пали. А еще такой вопрос. А? Еще такой вопрос. Надо ли человеку жениться. Вот мне тридцать лет а я. Понимаешь нет. Вот ты меня спрашиваешь. Остался без жены. Говорит не ищи жены. Тридцать лет. У тебя один вопрос. А тут будет столько. Ты не поправишься с ней. Они своенравные. Из неверующих. И зачем. Вопрос. Ну ты женился. Сегодня сыграли свадьбу. Дальше что? Дальше то если все по хорошему. Абортов не делает. Будут дети. Тебе некогда будет вот так вот ходить. И ты будешь кидаться только налево. Не помолиться ничего не надо. Женатый заботиться об одном. Как угодить жене. Павел говорит. А не женатый как угодить Господу. У тебя ни того ни другого. Ты освобожденный для того чтобы для Бога гореть. Я вот женатый. Но я не женатый. Что женатый или не женатый для меня. Это нарядом только больше ей уход дать там. Володя топит. А кто доправить будет. Сам выпью. Когда говорят. Сам. Я знаю как вот сейчас дети есть. И там что только не делают. У меня на работе один был. Я говорю что задумался. Да думаю кого то ли нанять. То ли чтоб сына моего убили. Сына убили. Пальта какой то. Пальта же какой то. Фамилия такая немецкая. Вот. Один сын. За бутылку пошел по крану. Кран такой туда. За бутылки то не дошел. Закачался и рухнул. Разбился. А другой бьет каждый день отца. И он на работе. На работе. Я когда работал. Вот и в шансы дети. Еще на тебя эти дети. Лучше умереть бездетным. Чем иметь детей нечестивых. Это просто. Дело то. Раз ты верующий. Девчата есть. То другое. Женился. Это утешение короткое. Она забеременела. Ты все. Ты же не будешь с ней спать. Травить ребенка. Все. Поле засеяно. Второй раз никто не сеет на поле. Когда уже. Ростки появились. Так ты за мной сказала. У меня прекратилось все. Я забеременела. Все. Но. А теперь пока не кончит. Кормить ребенка. То есть. Минимум. Три с половиной года. Ты к ней не прикасаешься. А она. Только. Только замуж выйти. Она говорит. На дисперсантах разных. Держала. Теперь как ходящая. Аптека. Вот ко мне приезжает один. Близкий человек. Ну. Хорошая свадьба. Но не советовался. А близкий мне человек. Ну. Поехал в другую. Страну. Там. И она там его захватила. И она то такая. Она совершенно непокоривая. Говорит. Я не знаю. Что бы ни сказал сделать. Она все против. Ну. Такой безвольный. Как говорит. Подкаблучник. Все тянет. Скрипит. Ребятишки больные. Она еще чужина в больнице. Ему повернуться некогда. Даже. Всегда мне помогало. Сейчас помощь. Едва едва может подойти. Вот и все. Для Бога. Если ты не занятый. Ты должен быть весь посвящен. Для Бога. Ну. А женился еще дальше будет. У нас никто не запрещает жениться. Батюшка венчает. Вот сейчас у нас Игорев. Барабаша сын женился. Теренти. Слышал? Я был на свадьбе. Я был на свадьбе. Был? Да. Ну. Вот видишь как. А я даже еще не видел. Еще. Они не желали. Боялись что-то там было снимать. Там то. Ну. Это их дело. А мы каждый день за них молимся. Терентий. Екатерину благослови. Каждый день. Произносим слова. Мне не касается как они там. Я его знаю. А она то. Она дочь моего племянника. А она внучка моей сестры. Валентина. Ну что. Только что было по-божески. А если не так. Восемьдесят шесть с половиной процентов. Раз в год. В первый год. Первые три года. Из ста. Женившихся. Восемьдесят три разведенные. А второй раз. Венчана это. Вообще нельзя. Она тебе может за один месяц довести до кипения. И что. И для чего это нужно. Советовать никому не могу. Я привожу местописание. Павел говорит. Остался без жены. Не ищи жены. Павел говорит. Женишься. Не согрешишь. Но таковые будут иметь скорби по плоти. Точка. А мне вас жаль. Еще не женились. А Павел уже жалеет. Тебе ничего с ней не сделать. Если еще женишься. Тогда она хохлушка будет с Украины. Шабаш тебе. Они вредные такие. Самоуправные. Ну. Не на цыганке же жениться. Смотри и как. А как правильно. Ты. К батюшке подойди. Посоветуй. У меня совет один. Лучше остаться одному. Писание говорит. Поэтому ты свободен. Куда поехать. Ну и все остальное. Как сделать. Это для Бога. Я это все делаю для Бога. А там вечность. А под старость уже согнется. И жена такая. И все время нет. То она тебе ревновать будет. К каждому телеграфному столбу. Ты жизни не рад будешь. Куда бы ни пошел она. Андрюша поехали домой. Да у нас занятия идут. Обойдутся. Пошли. Она не даст тебе минуты покоя. Ты смотри у нас сейчас в общине такие есть. Есть такие. Что он шагу не сделает. На собрании не остаются. А люди хорошие. Просто хорошие. Но с собранием не нуждаются. То есть они близко к сердцу не принимают жизнь. И поэтому у них духовного роста нету. А с чего он будет. Мы то узнали нужда какая. Мы сразу поехали. Сказали это еврейка попала в больницу. Мы поехали. Так она увидела меня. Она лежит там в автобусе. Сейчас дёрнула. Упала и сломала там ногу. Так она. Ой кто пришел. Там на всю палату. Вот как Бог делает. Это для Бога когда. А когда для самого себя. Ты и сам не знаешь. А что ты себе наелся. Говорит. Как Розов говорил. Драматург. Я беседовал с ним. Он говорит. Студентом. Что у вас было интересного. А что интересного. Ну встал поел. Ну говорит. Ты забыл сказать что помощился еще сходил. В туалет сходил. На занятия. Пришел. Плюхнулся. Товарищи если были то выпили маленько. Все. Он говорит. А мне 75 лет. Он. Старейший драматург. Я говорит. Вот сейчас вернулся из командировки. Преподавал в Японии. В Японии преподавать. Там и это искусство на высоком уровне. Я прием стихотворения там себе рассказывал. В Москве. Как раз это было в литературном институте. Мне это все интересно. Я все вспоминаю. Начинаю рассказывать. Это все с вами было. Вот сегодня. Как на Библию. Знаете. Я говорю. Однажды меня решили проверить. Знаю как я. Но они знают что я знаю. Но в какой степени. Ну и взяли симфония. Симфония. Знаешь что такое. Слова там написано. По одному слову. Ну ты вспомни только. Допустим. Нашел мудрого человека. И стирай пороги дома его. Как будто через порог ты не переступаешь. А ногами шоркаешь. То есть туда сюда ходи к нему в гости. Я вспомнил порог. И теперь истирать. Я на слово истирать. И порог буду искать. А там по порядку все слова. И все. Порог. Ага. Сирахов книга такая. Ты глава открыл. Ты нашел. И вот. Становится человек. Там у нас священник был. Вот он говорит. Так написано. Вот. Не смотрите никуда. Он там закрылся. И говорит. Вот такой стих. Есть. Будут они слушать или не будут. А ты говори. Это кому-то Бог сказал так. Они про тебя как бурный ветер будут. А я тебе сделал скалою. Они разобьются. Где написано. Они сразу раз скала. Они услышали что он считает то. По этим словам. Скорее в словаре искать. А у меня ничего нету. Я говорю. Это книга пророка Иеремии. Я говорю. А это стих такой. Они пока нашли. Проверили. Позже меня. Выигрыш мой. Опять. Еще одно место нашли. А это где такое написано. Ну я говорю. Это первое послание Тимофея. Они там пока листают. А я уже сказал. Они испытали. Интересно. Да интересно. Вот стоим на молитве. Считают кофизма. Псалтырь. Большая книга. И бывает. Ошибка не так. Вот. Я говорю. Тут ошибка просчитана была. Как просчитана. Прочитал. Нет. Так написано. Я говорю. Нет. Вот эта буква не А. А Е должна быть. Здесь буква Е должна стоять. А почему не знаю. Первое издание посмотрели. Которое еще в царское время было. А там написано Е. А почему здесь. Новая орфография пришла. А я по старой еще учился. Это вы помните. Не знаю. Просто как будто передумает строка какая-то идет. Вот. Теперь. Считаем 12 томов златоустом. А в каждой книге. Я не знаю. Сколько. Но примерно. Пять тысяч раз открыть надо Библию. Он ссылки делает. А по старой он славянски. А надо это читать по-русски. А у меня запись то идет. Катушки были. Катушечные. А я считаю один. И так как я гляжу впереди. Мне нужно посмотреть. Что. Мгновенно должен просчитать. И считать по-русски. А там по-русски. А там по-русски. Я считаю подряд. И никто не знает. Что. У меня по-русски. Эти. Допустим. Пять тысяч. В одном томе. Я их считаю. На память. Это вообще. Весь. Все понимают. Это не может быть. А как. Не знаю. Любовь моя. Победила немощь. Я это помню. И вы можете прямо прочитать. Ну. Я считаю. Вот. Слушай. Дальше. А так. Как. Христиан. Считает. Он на бумажке. Такое-то место. По-славянски. Он на это смотрит. Прочитал. Потом сюда. Места. Я этого не делал. Я просто смотрю по диагонали. Считаю. И сразу перевожу в голове. Это. Это уровень. А было и по-другому. Когда беседовали. Спрашивают. А сколько я на память. А один вопрос стоял. О втором пришествии Христа с баптистами. Они четыре места привели. А я 72. На память. Глава стих. И процитировать. Они вот как говорится в шоке были. А почему Бог дает. Еще раз говорю. Моего ничего здесь нету. Это настолько выше моего уровня. А почему? Господь видит огонь. У меня все время огонь горит в костях. Как говорит об этом пророк Иеремия. Вот так. Ты это рядом будешь. Тебя обязательно это коснется. Утром готовит он этот. Володя. Разговаривать будет вместе там. Поможешь там. Картошку почистить или что-то. Для себя. А то он у меня один там. А я тут сижу и не вылажу. Но. Почти полтора часа. Когда мы помолились. Сергей Павлович теперь насчитывает вопросы. Ты будешь слышать. Тебе будет вливаться все это. И он мало того картинки там другие приготовляет. И скидывает мне. Одиннадцать человек начали работать. Одни быстрее работают. Другие тише. Начитывает. Это файлы новые. Четыре тысячи сто двадцать четыре. Я доволен что мне Господь доверяет такую работу делать. Вот Игорь. Я ему про комбайн сказал. И человек этот. Вызвал у меня какое-то удивление. Он как живет где-то. Как будто бомж какой. Который хочет купить. Ну кто его знает. Я подумал насмешка какая-то. А он говорит. Нет. Говорит. Это на рабочем месте он ночует. Ну я не расслышал. И вот теперь я говорю. Игорь. У меня ты знаешь какое было желание. Разбогатеть очень я хотел. Чтобы Игорь купить комбайн. Подарить. Но никак не. Не дает мне Господь и все. Кого-то значит другого должен на это дело поставить. Я говорю. Ну выходит я при жизни увижу комбайн и спокойно умру. У меня этот вопрос нерешенный. А мне охота чтобы у тебя было все. Ну кого там на завязках. На веревочках. Старые комбайны. Новые. Вот даже в этом я и то радуюсь. Он придет мы. Ни на одном месте не стоим улыбаемся. Это перед Богом. Я хочу чтобы у тебя все это изменилось. Но ты до всего доходи. Вот мы начинаем беседовать. А ты сразу решай. А если бы это ты был. Как бы поступил. А ты там уткнешься в этот. Больше никогда голову не спускай. Эту игрушку. Я не говорю не звони. Но постарайся лишний раз не звонить. И коротко разговаривать. Алло. Так. Вот и все. Значит ущерба у тебя никакого не будет. Ты сейчас поедешь. С отцом договоришься. Его берешь. Ну и приезжаешь не позже девяти. Ну хотя бы часов в семь. Вот так. И все. Можешь поужинать дома. А можешь поужинать здесь. Вот так. То есть я не просто говорю. А конкретно. Вот такой вопрос. А я тебе сразу говорю. Знаешь что. Ты мне не нравишься. Так далеко залез. Ну-ка давай-ка сюда. Опа. Ой-ой-ой. Да какой он тяжелый. Посмотри-ка. Ой. Белый. Год ему полтора года уже. Все. Эта мать его паря пушистая. Где-то она спряталась. Все. Отпускай его. Пошел. Иди. Вот так. Тут второй еще больше его. Ровесник. Надо всему просто радоваться. Я жуланом отдельно семечки насыпаю. А там у нас фермер рядом живет. Вот. Евгений Долгов. Ну. У него площадь большая. 6700 гектар. Ну. Я говорю. Ты им мешка два привезешь. Привезу. Ну. Видно не может подъехать. Голубям. Я брошу горстки три им. Вот они тут все. А я на них смотрю и разговариваю с ними. Они мой голос знают. Я захожу. Христос воскрес. Они голову на бок вот так вот. Ну. Вы знаете что вас Господь сотворил то. Они не улетают и сидят слушают. Я им проповедую. Ты видишь. Вот я уже два воскресенья проповедь говорил. А почему ко мне сюда посыльный пришел. И говорит. Вот так и так. Сколько лет уже вы не проповедуете. Я говорю. Я отошел. Ну. Теперь уже так как бы. Батюшки когда нет. Тогда я. Потому что. Я говорил условие. Если два раза не будете за службу считать Иоанна Златоуста. Я выйду на проповедь. Ну. Получилось два есть. Ну. А тогда прям следом за ним как будто бы. Одну. То есть это тоже я должен готовиться. Если видишь. Я выхожу с полным. С полной охапкой. Я буду сейчас все время объяснять надписи. Стихов Писания. Которые у нас во храме и за храмом. Каждую надпись эту буду на нее. На ее проповедь. Главная мысль какая дается. Поблагодарим Бога. Все. Вот сюда маленечко отступите. Вон он подвес. Видишь какой он сам. Видите как. Все. Все время закрываем. Потому что оттуда дует. О. Вот туда поверни. Сюда маленько. Ко мне сюда подойди. Боже слава тебе. Ты дивно велик. И благослови эту встречу. Господи. Как тебе угодно все устрою. По воле твоей святой. И сердце брата. Возьми в свои руки. Дай ему радость служения тебе. Зажги его огнем духа твоего святого. Тебе слава за все. Отец сын и святой дух. Аминь. С миром Божьим. Давай. Значит определи. Туда не наступай ногами на грязь. Это улица. Запомни. Красная это улица. Вот. А теперь туда. Все понял. Точно так. Когда бываешь с ней. И когда придешь. Туда не наступать. Ну то есть мы. Городскую эту. Разную. Оббиваем пока. Ну все как будто бы сказано. У тебя Володин телефон есть? Да. Все. На него звони. Если звонок будет. Лучше на него. Потому что меня бомбардируют. Я не освещаю. Если я от нее. Ну. Я не знаю. У тебя есть или нет. Подожди-ка. Сейчас я гляну. Если ты у меня есть. Тогда можно на меня. А если не знакомы. То я не буду. О. Голова. Ну. Какой же за телефон? 3307. Так. Как последний 27? 3307. А? 3307. Последний. Последний. Да. Да. Я сейчас тут звоню. Позвонить? Да. 33. А не 33. 3307. Да. 3307. Вон как. Голова. А. Все. Есть. Можешь и мне звонить. И когда звонишь. Сразу начинай говорить. Не олегай. Я только отказнял. Ты сразу говорю. Я то-то-то-то. Чтобы я сразу понял. Так что не ясно. Все ясно. Все с Богом. Прости Христос. Давай. Надевай меня. Голова Бога. Все. По славу Божию. Ну-ка. Посмотрим. Как он тут. Где же он есть-то? Не видать его. Ага. А вот он где. Ну ладно. Я тут подожду. Вот здесь. Вот. Вот. Вышел. О. Благослови Господи. Брата Андрея. По воле Твоей Святой. Хвала Тебе. Аллилуйя. Вот. Вот сегодня у нас 19 декабря 2019 года. Вот с такими нуждами приезжают. Все. Хорошая машина у него большая. Помогает все время. Бабушек развозит. Воззайму доброму Господи.